Приветствую вас. Ситуация, как я понял, заключается в том, основное, что означает у вас есть зависимость от мамы в работе. У вас есть зависимость от нее по причине того, что вы не можете себя на себе обеспечивать, а у мамы вашей кризис, из-за того, что ее собственная жизнь, видимо, не устраивается, и она боится вас потерять, получается. Ну и не принимает вашу девушку. Значит, вы говорите о том, что вы не можете выбросить экспорт в плату ради девушки. Ну, это, в принципе, ваш личный выбор, ваше личное дело, столько бросаете, чем вы занимаетесь. Вот. Значит, вы спрашиваете, а что вам делать в этой ситуации? Ситуация, конечно, действительно непростая. Вот. Ну и, на мой взгляд, не безвыходная. Вот ни в коем случае без безвыходной я бы ее не назвал. Почему? Ну, дело в том, что, во-первых, не очень понятно. Вы говорите, что вы зависите от мамы, пока учитесь и не работаете, но, насколько я знаю, очень много людей совмещают работу и учебу. И, как бы, это им не мешает. Это им не мешает, то есть учеба не мешает им работать. Но вы говорите, что вы не можете совмещать учебу и работу, и это вот, наверное, первый момент. То есть, настолько ли для вас невозможно совмещать, ну, реально невозможно совмещать учебу и работу. То есть, вот, это первый момент. Второй момент. Ситуация заключается в том, что, смотрите, Ваша мама и бабочка, вы совершенно правильно понимаете ситуацию, правильно понимаете, что они непробиваемые, что они вас не понимают, но они и не хотят вас понимать. Вот это вот то, что вам нужно для себя понять, что они вас понимать не хотят и не могут. Я так подозреваю, что у вашей мамы есть свои резоны, чтобы удерживать вас от личной жизни. А бабочка, она просто-напросто на стороне мамы, вот потому что та ее дочь. И естественно, они движимы, вот, своими представлениями о том, как бы она вести себя, по их мнению, девушка и так далее. То есть, что это неправильно, то что это, как бы, оно может быть отличным от их понимания, это уже их не волнует. Значит, что вы можете сделать? Ну, во-первых, постараться вы можете с одной стороны. Понять свою маму. То есть, вот, просто, чисто по-человечески постараться ее понять. Понять, что у нее в теленый период, что она боится остаться одна не только без своего мужчины, но и без вас. Значит, постараться понять, что она, видимо, с страхом, а если человек, вот, движим с страхом, то он не свободен, к сожалению, а это означает, что она, ну, не совсем она. Как бы, вот, если говорить именно о том, что происходит сейчас с вами. То есть, она, это, ну, не совсем она, она не свободна в своем, так скажем, поведении. И поэтому воспринимать ее серьезно вам, ну, не стоит. Обижаться на нее и воспринимать ее слова всерьез не стоит в то же. То есть, это вот такой момент. Следующий момент, который мне бы хотелось вам донести, это момент такой, что вы можете ведь совершенно спокойно не обращать внимание на свою маму и на бабочку, а просто-напросто вообще-то не разговаривать, как вы сейчас делаете, игнорируете их. И все. И вместо этого как можно больше времени проводиться со своей девушкой, дабы у вас не было никаких проблем с этим. То есть, вы просто переарестируете себя, переарестируете, как бы, свою жизнь на нее. Но при этом вам нужно понимать, что то, что происходит сейчас с вами, вот то, как это происходит, это естественно. Естественно, естественно. Это естественный такой путь развития, значит, ситуации. В тот момент, когда вы становитесь личностью, и в тот момент, когда вы начинаете совершать свой личностный выбор, в этот момент всегда находятся те, кому он не нравится. И в данном случае доказали ваша мама и ваша бабочка, которые ваш выбор не принимают. И надо сказать, что, надо сказать, что вот вам нужно учиться отстаивать свой выбор. И таким образом вы сохраните то, что есть между вами и вашей девушкой. Может быть, стоит рассмотреть вариант, пошить у нее, если такая возможность есть. Вот, то есть, ситуация заключается именно как бы в возможностях, какие они у вас есть. Другое дело, что отдельно я бы хотел немножечко затронуть тему, которую вы принимаете так над достаточно скоростью. То, что вы стали ругаться со своей мамой относительно того, что она говорит про вашу девушку, называя ее всякими оскорбительными словами. А вообще ситуация такова, что в принципе вас ведь в начале, как я понял, это не задевало. В начале вас не задевало то, что вот мама как-то что-то говорит про нее, какие-то не очень хорошие вещи и так далее. А потом начало. И я бы хотел, чтобы вы вот этот вот момент для себя как-то постарались бы определить, потому что момент этот очень важный. Дело в том, что если вас это задевает, если вас задевает то, что, ну, например, то, как мама говорит, то, что мама говорит и так далее, то это означает лишь то, что вы сами, может быть, не очень уверены в том, ну, вот как было отношение с вашей девушкой. И если это так, то ситуация, конечно, достаточно прискорбна, потому что объективно, вот именно объективно, вам нужно подумать, а вот что конкретно заставляет, например, заставляет, например, мою маму говорить о моей девушке вот так. Почему она говорит про нее так? С чем связана вот эта вот ее реакция? Не считаю ли я, что она как-то вот может быть права, например, и так далее. То есть вот этот момент тоже очень важен. Чтобы вы его для себя обязательно определили, чтобы вы его для себя обязательно поняли и продумали. Потому что, ну, как вам не было бы неприятно, но я подозреваю, что все-таки вас как-то вот беспокоит то, что вот, ну, что-то, может быть, такое, значит, связанное именно с вашими отношениями. И на самом деле есть к тому основание, например, почему девушка дала ответ, скажем, только через месяц. Ой, то есть просьба решения только на следующий день. Почему она не дала ответ сразу, да? Это первое. Второе. Значит, вот вы ради нее, там, например, бросили, там, скажем, в спорт и так далее. Но вы при этом пишите, что вы занимаетесь спортом. То есть тут как-то вот тоже, на мой взгляд, есть определенная, ну, непонятка. Далее, почему девушка не делала попыток, например, поговорить с вашей мамой изначально, когда еще она не была так настроена негативно против нее. То есть вот эти вот все моменты, которые я привожу вот здесь, они, на мой взгляд, ну, достаточно важны для того, чтобы вы несколько лучше вот понимали, что происходит сейчас. И именно вот с вами и почему ваша, например, мама так негативно воспринимает то, что вы с ней встречаетесь. Потому что она боится, что она на вас плохо влияет. И надо сказать, что вот то, что вы ее уволили с работы из-за того, что вы много времени с ней проводите, это не то, чтобы, знаете, прямо плохо. Нельзя сказать, что это прямо плохо. Скорее, ну, я бы, скорее я бы назвал бы это, знаете как, подозрительно. То есть вы вот настолько время вместе, что девушка даже валяется в работе. А не является ли это у вас просто страстью? Не является ли это у вас каким-то таким увлечением, да, вот, которая пройдет и, значит, которая потом просто-напросто обеценит, что вы делаете? То есть вы сейчас уже говорите о том, как вы будете жить, как, как, что. То есть, на мой взгляд, вы, ну, вот, немножко, на мой взгляд, вы торопитесь. На мой взгляд, вы торопитесь события, и это может на самом деле довольно негативно на вас повлиять. На вас и на ваши отношения. Поэтому я порекомендовал вам на самом деле, знаете как, данная ситуация, она показала в первую очередь что, что ваша мама не способна принимать тот выбор, который вы делаете. Плохо это или хорошо в данном случае не столь важно. Главное другое, что это факт. И данный факт игнорировать нельзя. Потому что, ну, понятно, если вы будете его игнорировать, то вам будет плохо. Данный факт нельзя игнорировать, нужно нацеливаться на то, чтобы быть независимым от нее. Но при этом, при этом, значит, трезво оценивать ситуацию, которая произошла с нами. Дабы не оказаться жертвой страсти. Дабы не оказаться потом, ну, в пустоте. Если, вот, у вас девушка действительно страсть. Вот. Значит, далее. Вы говорите, что она не знает, что о ней так отзывается моя мама и бабочка. Хотя ее мама приняла меня хорошо. Ну, вот, в принципе, я думаю, что вам нужно действовать именно вот в том направлении. То есть направление независимости самостоятельно и в то же время трезво оценивать ситуацию. То есть вы все-таки, как я понял, вместе недавно и, может быть, нужно время, чтобы лучше друг другу узнать. То есть тут вот краткий вопрос о том, чтобы пожить между ней в квартире ее родителей, ну, было бы таким плохим, не было бы таким плохим вариантом. Вот. То есть здесь, здесь момент такого плана. Момент здесь такого плана, насколько вы зависимы от своей мамы. Насколько вы зависимы от ее мнения. Насколько вы сомневаетесь в том, правильный ли выбор вы сделали. Вот эти аспекты вам нужно ко всему задумать. Исходя из этого, уже будет ясно, уже будет понятно, уже будет видно, какие именно у вас проблемы. Но то, что вы столкнулись с личностным выбором и то, что вы столкнулись с необходимостью обстаивать свой выбор, это очевидно. От того, как вы пройдете этот вызов, от того, как вы справитесь с этим вызовом, зависит ваша дальнейшая жизнь, без преувеличения вам это говорю. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные у вас остались, пишите в личку, буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Делаю вам всего самого доброго и удачи!